Всем приятного просмотра, с вами ZergTV, на ваших экранах MC против FireCake'а Турнир Cybeats.com slash ZergTV, ну или просто Cybit, он же Cybit Приятного просмотра, хорошего настроения, для вас комментирует комментатор по второму StarCraft Первая карта у нас Terraform, в Legacy of the Void ее нет, а в Ходсе она есть Вот, и решили просто ее добавить, что я зашел в настройки-то? Я хотел, я хотел, я хотел, а, крип сделать хороший, точно Красивый, классный крип, во, теперь он двигается Вы можете попробовать угадать, кто из этих игроков сильнее На ГГ, если есть голосование, вы можете его также сделать Модераторы, буду вам очень признателен Сегодня мы посмотрим 4 матча этого турнира, это все матчи плей-офф стадии Это первый, впереди еще Блай против Маны, Линок против Элайва И еще какой-то матч, не помню какой Сейчас скажу Говорят, чувак, курс не видел, что кидается так деньгами У меня 200 баксов на счету, мне вообще на эти 10 баксов из 200 наплевать Плюс я почти всегда в плюсе Какая разница, какой курс, это вообще ни на что не влияет Один раз живем, деньги нужны, чтобы их тратить Линок Лайв, Бомбер, Супер, Буай Мана, МС, Файер Кейк Вот такие игры сегодня Они будут весьма интересные Кстати, если вы не в курсе, вышел вчера буквально патч О котором написано как минимум на Гудгейме На сайте Близзов я информацию не нашел О том, что были несколько изменены некоторые карты на ладере И если вы еще не читали изменения, можете прочитать У вас есть для этого браузер, интернет и так далее Трихат от Файер Кейк МС не сразу понимает, где его противник француз поставил нычку третью Он видел только сейчас первую Он пытается найти вторую Но вряд ли будет думать о том, что это какой-то прокси в стиле Буая Ага Ну, про геймеры народ ленивый Очень ленивый Разведывать они не любят Про геймеры, как правило, фотонить тоже не часто Умудряются И вот это одна из тех самых игр, которая Показывает нам о том, что МС все-таки может себе такую наглость позволить Он начинает строить фотонки Но очень поздно Столько на 1400 хп хаты Надо по-хорошему делать где-то примерно на 930-40 хп Чтобы к моменту постройки хаты фотонки все-таки успели достроиться Ну, чем раньше, тем лучше Позже этого тайминга можно делать Раньше нельзя, потому что противник сможет успеть отменить хату У Файеркейка 3 хаты до пола Именно по этой причине он не может спасти свою базу никаким образом Если бы МС хотел и не так сильно бы рисковал Он бы мог обе хаты зафотонить Но тогда был шанс, что Файеркейк сможет с одной базы какой-нибудь контратакой Там с бейлингами или чем-то еще Пробить его в ответку Две хаты фотонить опасно Так Нормально все, да? В чате нормально все Чуваки, в чате напишите, нормально все? Все норм, видно, слышно Отменяет какое-то здание Я вот не успел заметить То ли Эволюшн, то ли Роучварен Зерк, судя по всему, Эволюшн Но по какой причине он передумал это делать Если он знает про то, что стенка до сих пор открыта у противника Он знает, что у него была гейт фаржа Ну и, как я и сказал, хата спастись не сможет Лишь подамажилась обшивка немного одной из фотонок Вот, и собаки Файеркейка должны сейчас попробовать Ну, хотя бы пробежать на мейн Попробовать увидеть Нет ли здесь какого-то старгита или чего-то еще технологичного Ну, с другой стороны От этих лингов тут толку немного в количестве двух штук Зачем вообще Файеркейк делал скорость собакам Если он не собирается ее использовать Я не могу понять Но, видимо, он Передумал дропать Потому что у оппонента застройка не внизу Хотя я не знаю, как это вообще взаимосвязано с его решением Но, может быть, именно по этой причине он не стал Делать дроп собак Причем это делать очень легко Отсюда сюда буквально лететь 2 сантиметра Разведка ловером не дает понятия вообще ни о чем По крайней мере, она видит только, что в форже не делается грейд на плюс 1 И, возможно, зерк Точнее, возможно, протас тратит сотни газа Например, следующую Вот сейчас видите, у МС 100 газа И 150 он потратил на старгейт Довольно интересный факт Причем овер, который был убит в этой области Как правило, говорит о том, что второго овера где-то рядом чаще всего нету Обычно зерки, если залетают овервордами То с кардинально разных сторон То есть отсюда, допустим, отсюда Или отсюда, там, оттуда Второй овер, здесь МС его пока не видел Но старгейт в таком месте не спалит зерку Уже абсолютно никак Он об этом не узнает никогда Перевод рабов на золото Довольно интересный Сразу 9 рабов на очень дальнюю нычку Это Firecake сделал Ммм, кстати На этой карте можно еще фотонить с этой стороны Довольно забавно Просто делаешь пион, фотонку и все Квена не достанет, а рабочие добывать не смогут Как дело, ставки, на которым ты ставишь Заходишь на сайт, выбираешь матч и делаешь ставку Все довольно просто На сайте очень мало кнопок, там очень легко разобраться Рекомендую вот по этой ссылочке заходить Все очень просто Можете списывать с экрана Можете смотреть на баннер Можете спросить у бота в чате Это нетрудно МС может позволить себе такую наглость, как очень ранняя третья база Тосы очень аккуратно и Тщательно выбирали правильный тайминг для выхода в третью базу на этой карте в Ходсе Вот в Легасе с этим, как правило, стало гораздо проще Потому что есть пилоны, фотоноверчаржи Денег больше, развитие быстрее Ну и так далее Минус пилон Не стоит терять ни одного роуча Это будет довольно позорно И два роуча чуть-чуть не погибли 14-33 хп Разведка Оракулом сразу видит рачей Можно стрелять по коцаным роучам Оракул даже при этом всем неплохо Такой дамаг наносит Неплохой Можно лингов поубивать Но МС отключил использование Оракуа И забил на это дело Плюс один он до сих пор не заказывает У него всего три гита Сталкеры Сталкеров нету Сентрей две Два адепта Вполне возможно, что 16 собаками и 10 врачами Может создать фаеркейк Сейчас какие-то проблемы Для своего оппонента И Вопрос только в реакции МС Успеет ли он кинуть форсфилд Если зерк пойдет на вторую базу Но он туда не пошел И в итоге роучи без скорости Без грейда на атаку Фаеркейк приходит не по таймингу И довольно много хп своих юнитов Теряет до начала официального сражения Но линги в ближнем бою все равно МС убить В довольно кратчайший срок Вылетает грелка Но теперь уже точно роучам Ничего не светит Стоит отступить Потому что ты можешь вообще все потерять Лучше уж потерять часть, чем все Если мне напрямую Знатить прям вышлю Конечно, только обязательно Оставляй в комментарии Свой никнейм Чтобы я узнал, где ты Можно и через гудгейм Это сделать Не сложно Фаеркейк приводит с собой Квин Что говорит о том, что он Полноценно олынет И если сейчас Атака захлебнется МС Эту карту выигрывает Довольно-таки уверенно Очень много собак Заворачиваются Первые реведжеры Сентрики На страже порядка Две грелки Два оракуа МС спускается вниз С адептами Наверное, это все-таки была Небольшая ошибка Филды не кидает МС По крайней мере, не сразу Контролить он успевает Вроде как Очень много сентрей Сейчас будет драться с собаками По-моему, умерли ораклы Реведжеры Попадают в сентрей Как же это больно МС У него остаются чистые адепты Наверное, стоит немножко Посерьезнее сыграть Так как еще кора есть Вылетит еще одна грелка Выйдет еще один иммортал Есть деньги, чтобы вартнуть сталкеров И немножко похитендранить А то против роучей так Да ладно Ну неужели МС не отобьется Он Очень самонадеянно Спустился вниз Вот с шестью-семью юнитами оттуда И с рампы он тоже спустился Абсолютно зря Сиди на своей территории И жди Пока у тебя скопится Нормальное количество войск Как говорится Абудь позицию Минус кора Минус ораклы Минус адепты И господи Минус все сентри У МС у него из боевых юнитов Осталось только две грелки Файеркейк продолжает Олынить Ну как же так Неужели МС не отобьется Даже с потерей базы Сейчас отключатся гейты У МС их всего Три останется один Один гейт В заказе целых пять штук У МС скопилось много денег Он делает грейт на адептов Самое время заказывать грейты Конечно сейчас Такое время очень страшное Квины очень сильно портят жизнь Грелки не могут на халяву их убить Если они будут пытаться их фокусить Раваджеры сразу будут плеваться Ой-ой-ой МС теряет две грелки Очень важных Фатон оверчарж Иммортал Наверное стоит еще одного иммортала Пробустить одной секунды Не хватает МС не выдерживает давления Обалдеть Из такого преимущества МС не смог справиться С противником В открытом пространстве Очень наглым образом Спустился вниз И думал что даст Уверенный бой Но это было ошибкой Большой и непростительной ошибкой 1-0 в пользу француза Вот так вот неожиданно Закончилась первая карта Ну а теперь вторая карта Будет уже какая-то из ладерных Жестоко Жестоко Можно считать что МС немного не повезло Хотя в чем не повезло Он сам виноват Я на МС поставил Ну так чисто Без фанатизма Если бы я был в нем действительно уверен Я бы воткнул больше Так присоединяемся к игре Пытаю быстренько чат Если что-то пропустил Сизерка капелла Ну да Зависимость от стримов Вот и ломка была Вообще кстати Я об этом рассказывал Что у меня и правда Есть зависимость от стримов Я очень хочу Часто стримить Мне скучно сидеть Просто одному Фореверолом за компом Мне хочется поговорить Хочется что-то порассказать То есть это уже часть моей жизни Это как проснуться Я не знаю Попить воды А для меня это проснуться Дать уроки ученикам И начать стримить Это неотъемлемая часть моей жизни Так Питаются литераны имбы Сейчас нет Только либераторы И больше нравятся матчапы из зеркальных Ну ТВТ очень красивый матчап В плане мощи С стороны обоих скилловых игроков Если оба игрока действительно сильны А вообще ПВП сейчас довольно таки неплохой Даже я бы сказал разнообразный матчап Сейчас все очень по-разному играют Пока еще нет никаких лютых стандартов Даже входцы к определенным стандартам Пришли только через год полтора-два После выхода аддона Первые полгода творится обычно во всех аддонах Полная бакханалия Все играют по-разному Кто как хочет Кто-то в мутку Кто-то в фаст гидру Кто-то в шары Кто-то в сталкеров МС вообще сейчас перед этим стримом Перед этим турниром Играл на ладере в ПВТ Все матчи в массы сталкеров с гвардинами и морталами Причем адептов его армии вообще не было Ну естественно он сливал в хлам всем тиранам Ну потому что сталкеры MLM не могут убить Хоть ты Как хочешь микро тебе это не поможет Вторая карта Какая-то мода в последнее время пошла делать никнеймы С припиской One Love Кстати Firecake делает довольно-таки ранний пол через экстрадрона И оверворда Будет МС поджимать Ой-ой-ой-ой-ой МС решил сыграть Fast Nexus Это опасно Это очень опасно МС это видит Спасет его в идеале на 100% фаржа Но в случае если он ее конечно закажет Вот 150 минералов Раз Два На 2 секунды фаржа уже опоздала Это может кстати сильно решить Очень Глухая застройка И МС шарит МС шарит Понимаете Он делает фаржу Так 6 собак 8 собак 10 собак Хату вторую уже поставил В одном из мест Firecake МС этого не видел Поэтому пытался помешать базу воткнуть Собаки будут сейчас Тоса напрягать Останавливать очень сильно в развитии Но Так как у Тоса Fast Nexus У него должна быть экономика лучше и раньше Хотя 53 секунды Всего на 20 секунд Хата быстрее У Тоса Это абсолютная мелочь Несущественная И Фатонка практически В притык успевает построиться К приходу собак Они Могут конечно постараться Убить Фатонку Если будет до конца Firecake грызть Он 2 пилона сгрызет Есть такая вероятность Ой-ой-ой Правда вот этот пилон Бьет всего 2 собаки А не 3 Это фейл Не догрызает до конца Firecake Надо было делать ему На одного дрона Пул раньше Тогда бы собаки Отключили бы Полностью стенку И МС мог бы уже Наверное ливать Это было бы очень сложно МС пошел Гейт и Кибернет Гораздо позже Тайминга Чем обычно Если бы он Играл допустим В Гейт Нексус Ну в общем Игра уже устаканилась Никто никого не напряг И у Firecake Есть абсолютно 10 Бесполезных собак Разница по рабочим На ваших экранах Она более чем серьезная Это целых 8 рабов То есть пока Как бы экономика Не очень Разная Но то что У Тоса уже добываются 2 газа А у Зерга Даже нет на это намека Это факт МС кстати не увидел Наличие 3 базы Но по отсутствию газов Здесь я думаю Он догадался Что все таки хата там есть Либо делается Либо уже готово Что в принципе Одно и то же Старгейт от МС Жалко 1 Но это очень быстрый Старгейт До варпгейтов До коры И таким образом Он сможет На довольно Необычном тайминге Быстрым Оракум Или фениксами Удивить Пирожка Но кстати Есть один оверворд Которого не обманешь Который успеет Долететь до этого Старгейта Если конечно Firecake внезапно Не изменит Траекторию Смотрите Как это Ну вот Ну смысл Ну ты же полетел Ну лети до конца До конца гейминг Это минус овер Скорее всего Либо сейчас Либо попозже Привет Кодендес Да Есть оракул Собаки грызут Камни на золоте Why Зачем А кстати Вчера Вы возможно Пропустили Был Ой Жесть МС МС Отключил Свою кибернетку Но она ему Пока не нужна Хотя варпгитах Все таки Стоило бы заказать Поздние коры И третий Фастнекс Сатоса Ничего себе Вчера на этой карте Была душераздирающая игра От которой Очень хотелось Повеситься И повесить Одного из игроков Дело в том Что матч проходил Вчера 50 По-моему 5 минут Играл Морроу Против Нерчо На турнире Кстати который Вчера надеюсь Вы досмотрели Не знаю чем Все кончилось Было забавно Ну дело в том Что где-то примерно Минут 30 Если не 40 Из этих 55 Протос С лимитом воздуха С архонами Стоял в центре карты И просто не нападал А у Зерга Кончились деньги И он не мог напасть В общем Если увидите Когда-нибудь Игру Морроу Сразу выключайте Этого игрока И не смотрите на него Это было реально Отвратительно Хотя поначалу Игра была Очень динамичной И наверное Чего там Конечно Много прикалывался Делал весьма Клевые нидусы В общем Не советую ее Смотреть Да и записи Я этой игры Не выкладывал Там ничего интересного Постоя трата времени Так Чисто для общего Развития Первый эволюшн Пошел у Зерга Только сейчас Лэйра Еще нет ручи варена Ничего страшного Ничего опасного Для Протоса В принципе Поэтому он Наглеет Причем этой разведкой Двумя ораковами Сейчас Симси может попробовать Забрать Квинни Запись с которой Кстати есть тоже На ютубе Если не попался На ладре на днях Это Тян Типа про геймерши А вот это Минус с Квинни 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 Минус Квинни Когда еще рабочие Страдают от ораков Это вообще печально Для Зерга Если еще и Квин Он на них отдает Но забирает Кстати в ответку Хотя бы первого оракова Остается второй Файеркейк продолжает Дрониться У него 70 страбов на 50 Вот это хороший дронинг К 6.00 Зерги Учитесь Если вы не умеете так делать Вам вообще Не нужно с зергами играть Это раз и не для вас Просто С и Д В течении 6 минут Вот вам тайминг 75 дронов Но при этом У зерга мог бы уже Лэйр быть готов Быть какое-то Хотя бы одно Технологичное здание Крип уже двигается Потихоньку к центру И четвертая база Причем у зерга Заметьте Боевая армия Только 8 собак Но это по одной причине Он знает Что Тоса выходит в третью Он знал Что у Тоса был Старгейт И он теперь Автоматически знает Что Допустим Каких-нибудь 40 сталкеров У Тоса пока быть не может Слишком рано Потому что Всего лишь Шестая минута игры Ну и посмотрите У Протаса Парас энтрей Зиот Адепт Сталкер Грелка Тоже ничего опасного Но когда Вот эта вся машина Которую сейчас Файеркейк Очень грамотно Разведывает Все это сейчас Достроится МС начнет люто Варпить с гейтов Со своих 9-10 9 кстати да Вот это Будет прикольно Похоже на то Что МС все таки Задумал выход С трех бас Довольно мощный Успеет ли зерк Сделать люру К этому моменту У Тоса есть 2 минуты За 2 минуты Можно варпнуть Очень много юнитов Учитывая что Откат каждого 20 секунд примерно Ну смотря какого Юнита ты конечно варпишь Но по факту 23 секунды Сталкер И так далее Вот такая вот Бодяга Появляются первые Гидролиски К чему тут шпиль Я не очень понял Учитывая что он видел Что у противника Роботик с умирочным советом И вся эта Гапша правда Пошла в атаку С призмой У МС Почти полная энергия Сентрей Которых здесь Очень много Я давно столько Сентрей не видел В ПВЗ По крайней мере В Легасе В Завойде МС варпит сталкеров Блинк у него готов Идеальный вообще тайминг Отличный Хороший тайминг для атаки Хоть лимиты у него меньше Но этим лимитом С таким количеством Сентрея Он может творить Ну самые непристойные вещи Зерк пока сейчас Предвкушает атаку Аттоса В одной из сторон И угадывает Кстати с направлением Атаки Есть 4 квины МС все таки нападает На противника Ап сервера у него нету Там люркерден Уже готов Может появиться Первая люра Филды великолепно МС ставит Отделяя очень большую Порцию роучей Причем чисто роучей От гидры Он отсек И почти всех их убил Здесь 5 квин Практически без энергии Очень много гидролиз 10 гидролизков всего Новая порция рачей В количестве 12 штук Сентрики продолжают Раскидывать форсфилды Кстати вся мана У них уже кончилась Гвардианы тоже заканчиваются И все Вся ставка идет только на блин От корейского прогеймера Который вместе с одним Уморталом Все таки продавливает Потихоньку француза У которого Слишком много Всякой хрени в заказе Например Инфистарня Слишком быстрый хайв Абсолютно не в кассу Закопка Второй играет на атаку Который не успеет сделаться Ему просто не хватило Здесь ни люры Ни гидры Ни рачей Ничего Ну и крипа конечно Было бы здорово Если бы он был Несколько дальше МС давит со сталкерами Показывая свой хороший уровень И отличный тайминг атаки И именно это приносит ему победу Хороший блин Он окружает рачей И фаеркейк пытается Через практически Ф2 сбежать Но у него это не выходит Великолепное исполнение Билда от МС Просто пришел Покидал парочку филдов В количестве штук Пятнадцати И выиграл Один-один Все очень просто Для МС получилось Ну Как бы Зерк хорошо халявил в начале Но слишком во много Технологий пошел сразу И люра И шпиль И инфистарня И хайф И закопка Лучше бы он не делал Ничего из этого Но сделал 200 лимита И это позволило бы ему отбиться По лайфу там тишина Пока Пока Да Я не знаю Вроде Новостей нету Как там вообще дела Так сыграл наш всем любимый Блай Мы его ждем Мы сегодня его увидим Зеркаль Если у него с противником равный лимит Его же съедают Ну как это Ты Должен стараться делать Технологичную армию Как ни крути Спасибо Люркеры ультравые. Ну, даже 5 люркеров, даже 3, наверное, люркера очень сильно помогли бы в прошлой карте. Зергу, конечно же. Он мог отдать четвертую базу, сделать просто пару люркеров и спокойно продолжать играть дальше. Естественно, как бы шансы его могли бы уменьшиться, но, по крайней мере, он бы игру так сразу не отдал. Решение принял он неправильный абсолютно игрок. Да, это турнир Сайбита, в названии стрима об этом написано. Подписывайтесь, пожалуйста, на премиум в Good Gameplay, так как очень в последнее время много турниров я стримлю из игр. За что спасибо различным организаторам, которые позволяют это делать. Ну и поддерживайте трансляцию. I see you in stream, you don't see my PM. А! Что это? Нет, все нормально. Типичная музыка на фоне играет. Так, и мы в третьей игре. В ихто Легасе кто-то использовал грибы? Нет, они абсолютно бесполезные. В любом матчапе. В любое время. Это было 3, да. А, нет, стоп, 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 стоп. Это было 5, ребята. Это было 5. 1-1. Так как это четверт финал, это было 5. Сетка на турнир должна быть, по идее, в чате. Сейчас. Сетка из... Да, теперь сетка в чате. Вы можете в бот ее попросить. Зачем так быстро ГГ пишет про игроки? Нет надежды, что оппонент ошибется. Ну, во-первых, надежды нет. А во-вторых, обычно пишет ГГ, когда уже почти все потерял. Или все потерял. Как включить отображение продакшна прямо на зданиях? Никак. Это специальный режим, с которым создается игра для просмотра турниров. Время, конечно, пропало. А с моим остались. Он у тебя кончился, может быть? О, бота трогайте. Да, Ромария увидел, конечно. Так, чуваки, это рестрим или зерк реально начал стрим так рано? Это зерк начал стрим так рано. Ну, турнир же в 5 вечера. Об этом в группе ВКонтакте я сделал сегодня анонс. В обед. Немножко заранее. И, кстати, первое изменение на этой карте, это золотое месторождение на второй базе. Кто не видел. Вчера мы об этом узнали. 9-го числа вышел этот небольшой патч. Здесь теперь не золото, а минеральная база. А здесь так и осталась золотая. Ну, как бы немножечко попроще будет, да, играть против зерга на этой карте. Чуть-чуть. Потому что теперь вторая база золота абсолютно у каждого игрока. Раньше у зерга было только золото-золото. Вот так вот. В общем, напомню, что терра на мулов кидать на золото не рекомендуется. Потому что в этом нет никакого смысла. Раньше у терра на было. Был бонус от золота на мулов, теперь его нету. Это убрали, по-моему, во времена карты антикская верфь. По-моему, да. Так, разведка от процесса. Вторая минута игры. Видим хату на золоте, видим газ, видим пол. Все стандартно. Теперь абсолютно все игроки просто обязаны переводить рабов на золото. Это очень важно. Как минимум 6, а лучше даже 10. 7 рабов. Ну просто все то время, пока вот здесь, видите, нету 10 рабочих, они очень медленно появляются, пока первые личинки проходят. Первая, вторая, третья. Ну, да, рабов 8 вполне нормально. 8, 10. Причем можно газ второй ставить, если ты захочешь, прямо сюда, чтобы рабочим отсюда не ехать, скажем, на мейн. Чтобы не было перебора. Мне кажется, по этой причине нужно, да, больше рабов переводить. Посмотрим, как МС переведет рабочих. Он, кстати, делает поджим с адептами с одной базы, очень быстрый, против фаз золота зерга. Ну, на этой карте быстрое золото зерга можно было поджимать тут, если оно ставилось зергом. А как поджимать эту нычку, я вообще понятия не имею. У зерга в заказе 8 собак. Так, 2 квины, еще одна хата на золоте. Мы посмотрим, что МС успеет нахарасить. Его микроконтроля должно хватить, чтобы убить немало дронов. Правда, успеет ли он это сделать? Баг со слизью на второй карте. Да, это очередной баг. Кстати, на ютуб выложил тоже ролик с багом в одной из карт ладарного маппула. Кто не видел, посмотрите, рекомендую. Очень быстрая скорость и эволюшн для овервордов. И фаеркейк все-таки будет дропать. Он спалил уже очень много собак. Посмотрите, сколько собак у фаеркейка. Просто посмотрите. 14 штук. МС зря открылся таким билдом. Робов на золото он не переводит. Это очень странно. Нет, все-таки переводит. Сколько переводит? Давайте посмотрим. И... 9 рабов. Вот, МС шарит. Сразу 3 раба сюда. Там, допустим, 4 раба сюда. 5 сюда. И вот, сразу посмотрим на экономику. У зерга тоже дроны еще переезжают. Еще 9 штук на еще одно золото. Неадекватная карта, на самом деле. Ой-ой-ой, МС не готова. Застройка. Довольно опасно. Сейчас линги могут прогрыть стенку. И в это время сделать дроп на мейн. 4 адепта уже как раз в предвкушении того, что оверы будут дропать. Было бы здорово еще сделать сталкеров. Но так как оверы летают быстро, от сталкеров толку немного. Лучше по факту адептами сразу... Ну, практически ваншотать собак. Но чувствую, их здесь будет немало. У МС открылись гейты. У него гейтов всего 2 штуки. Кора на второй базе застройки. С фотон-оверчаржами. И вот сейчас МС пропускает дроп 16 собак. Это очень важный момент. Но на него МС реагирует молниеносно. Быстро отводя пробок в другую сторону. Может там вообще никого нет. Представьте себе на секунду, если бы эти оверы были пустые. Туда-сюда летает. Туда-сюда летает. Сейчас зерк. Посмотрите на инкам. Это, конечно, жестоко. Высаживаются Квинни! Вот Квины это было, правда, неожиданно. Да ладно, ребята. МС сливает фаеркейку. Дропу Квинн с собаками. Зерк еще и перемикривает, как с призмой Мортала в процессе обычно делали. Он теряет всех адептов абсолютно. Обалдеть. Вот вам и страта. Ну, я на этой карте проиграл огромное количество игр. После чего просто психанул и удалил ее нафиг. На ней нереально играть. Просто нереально. Слишком лютое и дикое преимущество зергам дает золото в начале. Мало кто с этим может справиться. Даже партинг неоднократно, выходя в третью базу, просто сливал атакам зерга с собаками и реведжерами на этой карте. Что ж поделать? Фаеркейк. За Бузилом Бу он сыграл стратегически. ГГ. А, нет, стоп. Это же было 5. Это же всего было 5. 2-1 в пользу фаеркейка. Еще одна игра будет. Я что-то забыл. У меня привычка, что на этом турнире было все время было 3. Теперь было 5. Есть еще шансы. Есть. Все самые страшные карты позади. Сейчас МС выберет, скорее всего, орбитальную верфь. И на ней он сыграет, я думаю, уже в свою игру, в свой стандарт. Там дропы решают не так дико, как здесь. То, что эта карта отвратительная, было понятно с самого начала. Как черкают карты? Ну, черкают. Сейчас. Чаще всего проигравший выбирает карту, на которой он будет играть следующую игру. И да, МС выбирает орбитальную верфь. Что довольно очевидно. Ты люстру-то починил? Неа. Какой драк поменял местами золото на этой карте? Дэвид Ким. Ну, кто-кто? Команда, баланс, со Старкрафта 2. Конечно же, кто же еще? Близзард! Привет всем. Доброго-доброго вечера. Благо, вечер не очень поздний, всего лишь полшестого по Москве. Четыре игры было пять, продлятся где-то часов, наверное, до девяти, до десяти вечера. Это будет норм. Да у меня свет в комнате не работает. Ни одна из десяти лампочек не горит, и свет вообще не включается. Ни со светильника, ни с пульта. Просто нет света в комнате. Да, он мне и не нужен, на самом деле. Правда, иногда, когда бывает что-то надо найти, там, пульт какой-нибудь или еще что-то, без света тяжело. Я вот представляю, как... Да я всю жизнь сижу без света. Так-то. Я вот представляю, сидит такая команда разработчиков баланса, допустим, офис такой, прикиньте, одноэтажный. Сидят такие, короче, там, человек, десять, двадцать, пятьдесят. Так, ну чё, кого будем это? Кого будем бафать? Кого будем фиксить? Там один предлагает. Давайте сделаем зергов имбой и дадим им золото сразу. Нет, ты что? Как же другие расы? Давайте лучше пофиксим мулов или бафнем, не знаю, люргеров, а то зерги вообще не тащат. И они там сидят такие толпой, короче, обсуждают, что же вообще изменить в игре. Очень всегда было интересно, как они принимают решения. То есть, как это вообще происходит, сам процесс? Они выносят на обсуждение какие-то идеи, потом их сами тестируют, или вообще тестируют ли они их, или они про геймеров как-то просят. Я знаю, что они точно собирают фидбэк у корейских про. И потом как-то всё же решение выносится какое-то. Интересно, конечно, узнать. Перемести донат, цифры не видно. Какой ещё донат? А-а-а! Ну, так сразу бы сказали, ребята, я забыл. Забыл, что здесь есть донат. Здесь никто не сдонатил, поэтому... Поэтому некого мне сегодня хвалить. Ну что, смотрим за начальным развитием. Йохан Рэд, разве что. Где моя страница? А-а-а... Пользователь номер 1 поддержал зерга на 33 рублей и написал зергу на лампочке. Береги глазки. Спасибо, Барсан. Спасибо, Барсан. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Только вчера, кстати, ты меня поддерживал. Я тебе спасибо не сказал, потому что не услышал. Спасибо большое. И за вчера, и за сегодня. You are number one. Скорее всего, МС в этой игре тоже откроется через Stargate. Потому что этому ничто не мешает. Через просто роботикс и выход через технологии в 3 Nexus никто не играет. Хитрая пробка. Но прокси Stargate... Да ну? Нет? МС, МС, МС. Ну посмотрим, насколько это зайдет. А овервордов нет каких-то, которые летят в эту область. Или висят в этих точках от ранних дропов и так далее. Так что зергу придется по факту реагировать. Но у зерга третья база очень поздняя в этой области. Если Stargate все-таки будет, если это Stargate. Да, это Stargate. Убивать там будет некого. Так что, скорее всего, Stargate спалится и зерг среагирует. Построит ли Firecake орку? МС, кстати, сделал правильную застройку именно с левой стороны. Потому что с нижней нельзя застроиться из-за немного кривой рампы. Одним пилоном намертво. Этот овер, скорее всего, улетит. Если не будет больше менять направление движения. У сталкера прям почти хватает дальности еще разочек плюнуть. Он, кстати, мог попробовать сбегать вниз. Но вдруг попал бы. А вдруг не попал бы. Кстати, отсюда он... Ну-ка. Ну, один разик может попасть, выстрелить. Но только разик. Но МС не решает этого сделать. Это будущий быстрый пилон И что это? Ой-ой-ой, MC палится Ой, как палится Просто блестящая разведка FireCake Блестящая Причем он даже не стал дальше лететь Он долетел до середины и вернулся обратно Гейты на таком раннем тайминге Означают что-то Что-то агрессивное И да, MC собирается давить с оракулами Он их просто копит Он не собирается харассить Он делает алын с гейтами Без газов на второй базе Но гейтов, правда, мало Пять штук, у него нужно хотя бы шесть Адепты сейчас должны убить собаку Yeah, yeah, baby Заподозрил неладное FireCake, заказав лингов Ни лейра, ни эволюшенов Ничего мы от него не видим Роуч варен А MC, наверное, думает, что его противник Даже и не видел этого Эти гейтов Неизвестно, о чем думает MC Но подразумевает точно Ораклы Наверное, не стоит их использовать Перед атакой Перед основной Нужно всю ману скопить И использовать их в генеральном замесе Минус квини Адепты залетают на одну базу Ораклы на другую Приходят новые ораклы Довольно интересная, кстати, получается ситуация Минус две квины у зерга Минус три квины у зерга У FireCake не остается ни одной квины вообще Остаются только дроны Ораклы почему-то бьют, к сожалению, Роуч варен Адепты должны продолжать телепортироваться У Тоса на мейне есть войска, которые должны его спасать Давайте от лица процесса посмотрим, что вообще происходит в этой игре Очень много адептов Очень много Ораклов Очень много ДПСа На первой Роучи уже появились Достроилась скорость оверлордом Самый бесполезный грейд, наверное, на этом тайминге Адепты все-таки ТПшатся И не хватает, конечно, еще одного пилона поближе У Ораков очень мало энергии MC нужно было соединить, наверное, войска Но у него уже плюс по рабочим Но зерга на третью базу он все равно еще оставил Она еще жива И разменивать, как бы, такое количество адептов Хоть на Квины собак получается Но экономика-то все равно у зерга есть Какая-то, какая-никакая Очень много рабов он убил 24 раба на 43 Это еще ни о чем не говорит У MC две базы, а не три Он не выходит в развитие Он строит только роботикс И газы, кстати, добавил на второй базе Нет, все-таки выходит в развитие Еще одну Квини Квини Ей, минус Квини Бедняга-адепт спасается бегством Нет, не спасается, кстати 29 рабов потерял Фаеркейк за эту атаку Три Оракуа накопили Немножечко маны Этого хватает, чтобы убить двух Квин А может быть даже и трех Давай, давай, давай 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Офигеть Минус опять все Квины у зерга У него нет Квин Нету Чистые роучи, которые ну никак за дронами не успевают MC холд Холд нужно нажимать, конечно же Как можно быстрее Чтоб как можно больше рабов убивать Еще бы в идеале было бы Оракуа помигрить по рабочим Если бы MC был совсем быстро, как раньше Как когда-то давно 45 рабов погибло у зерга Как же потеет Тос, а? Как же он потеет Отмена адептов Еще умирают дроны Фаеркейк люто страдает, конечно 50 рабочих на 20 У зерга нет Квин до сих пор Нет денег на Квин И сейчас, когда придет момент, когда ему нужно будет дрониться Ему придется выбирать, что делать Квин или рабов Сейчас ему нужны только рабы От Квин пока толку мало с такой экономикой, как у него 900 минералов в минуту он сейчас получает Оракуы даже рачей убивают Вот смотрите, еще приходят Еще адепты приходят Там уже делаются имморталы ГГ пишет Фаеркейк и MC вытаскивает Игру просто на скеле, на микро Несмотря на то, что противник его разведал И был готов к этой атаке Ну это офигительно вообще Просто офигительно А все потому, что все Квины дрались по отдельности с Ораковыми А спорок к моменту прилета не было Очень микрозависимая стратегия от корейского прогеймера Которая Показала себя во всей красе 50 рабов убил MC Вообще Жуть какая-то Но это было интересно Техники Спасибо, не путелый Сейчас хоть сообщение твое прачета Может она есть Если вдруг кто-то захочет Когда-нибудь сданатить Чтобы гугл Женщина сексуальным Женским голосом Произнесла ваш месседж На стриме Это можно сделать через GoodGame В окошке плеера Ну а ваша поддержка Кстати, я напомню Кто не в курсе Идет Не на Не на героин Легкодоступных женщин А на будущую поездку На которую я уже начал откладывать Куда поеду я не знаю Поездка будет на очередной Ну в этом году я просто обязан Куда-нибудь еще съездить На очередной турнир По второму Старкрафту Напомню, что был на Дримхаке На Асус Роге На На Intel Extreme Masters И на Home Store Хочу куда-то еще Куда-то, где я еще не был В общем, откладываю Ну, BlizzCon это будет очень Дорогая, наверное Неоправданная поездка На BlizzCon реально нужно ехать Чтобы слушать всякие интервью И так далее Там нужны английский хороший Да и народа там слишком много И выставка там большая Нет, BlizzCon это не то Я, конечно, съезжу хотя бы раз В жизни на BlizzCon В любом случае Правда, это будет очень дорогая поездка В общем, коплю В Магадан В Магадан почти Умстория была офигенен Спасибо, Дарт Йорф Почему он не стал грелок делать Все равно Алын на них Грелки медленнее летают Оракулы гораздо больше урон наносят По рабочим И Скорость их атаки в целом По рабочим И не только Просто выше Плюс Оракул дешевле И да Он летает быстрее И делается быстрее На лето Картоху выращивать В мае Июне Ну и, короче Ближе к летнему времени Ждите меня в Питере Там будет Либо мы Арендуем какой-нибудь Кинотеатр Для чего-то Либо просто я Соберу большую группу И мы сходим вместе Дружно в кино Если я поеду в Питер То поеду по-любому На несколько дней Не на один И Будет встреча Со зрителями Подписчиками И всеми Кто захочет выйти из дома Естественно, я поеду Какие-то Ближе к выходным дням Если поеду Потому что все работают Учатся и так далее В общем, ждите анонсов Ждите мая Ждите июня Не знаю Может быть в июле я поеду Может быть в мае Не знаю То, что в Питере я обещал В этом году съездить Я выполню это обещание В общем, встреча Будет И не одна Мне там женщин обещали Разных Свинки Насколько я помню Да Так На игры нашей лиги Мы тебе Даже пару старкрафтеров Выше серебра найдем Лучше старкрафтер Лютый расклик От фаеркейка Вот их Настоящий АПМ Топовых прогеймеров Истинный А вот неистинный Так Что-то мне написали В скайпе Ага Сейчас я гляну Как раз сегодня Ходил Ну, чтобы держать вас В курсе Подписывать договор На контракт С G2A Ну, моим партнером Вот Они согласились Продлить его За что вам спасибо Что покупаете Старкрафт Что покупаете Вообще какие-то игры По ссылке моей Со скидками Это здорово Для вас это экономия Для меня это заработок Я думаю Все должны быть довольны Кстати Эта карта Была тоже изменена И вот мы первый раз Видим эту игру На этой карте Что изменилось Изменилось то Что камни заранее Уже лежат на земле Они Стали меньше По объему Они уменьшили Размер этого прохода Их не надо заранее Разрушать Чтобы перейти отсюда Точнее Чтобы не дать Переходить отсюда Сюда И чтобы их разбить Приходится тратить Немало времени У них должно быть 2000 хп И 3 единицы брони По идее Ну вот пока мы не знаем Какие там параметры Ну скорее всего Это стандарт Я выделить не могу Их в тумане войны Надо чтобы кто-то К ним подъехал Так Перехаты Газ в пол Да И опять Старгейт Ну и все себе Не изменяет Никуда не спешит Причем И все разведало Противника Он знает Что там один Пардон Один газ И ничего Для него Угрожающего Страшного Нету Но Сказать Ширина рампы К Второй базе До сих пор Не изменилась Она по прежнему Очень большая Чтобы ее застроить Надо немало Зданий Можно делать Пилоны в застройке Чтобы просто Уменьшить Время Вот так Застраивания И опять МС делает Оракула С адептами Популярный Довольно таки Опенинг Посмотрим Что увидит Линк Давай 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 Опа Минус собака В итоге она ничего полезного Тоже не увидела Кроме как наличие Двух гитов В застройке Но она же не знает Сколько именно там Гитов На мейне У МС Правильно Микрофон Включен Да МС немного побаивается Выходить с базы Такая застройка С тремя колоннами Вторая база У него уже раскачана Но он пока не выходит Никакие апгрейды Скорее всего Да Это 3 быстрых Некс Даже не заметил 2000 хп 3 брони Абсолютно стандартные камни Оракул начинает делать Первые киллсы До появления спорки Но на этом С момента появления спорки Уже количество киллсов Сразу заканчивается Потому что Квина со споркой Очень вместе Больно Дамажит 53 раба на 46 12 личинок У фаеркейка Это очень много Вместо того Чтобы сейчас нажать С и Д Он вот сидит И чего-то ждет Заказывает 2 квины У него 300 минералов 12 личинок 5 овервордов Когда вот так сильно Спамят овервордов На ранней стадии Это очень похоже На какой-то Жесткий ауэн Но когда Я вижу в производстве Эволюшн Куда ему Квин то столько Он собирается Дропать Квин И идти Рачами по земле С собаками Со скоростью В дотекании Ух Как это сложно Разведать Как же это сложно Разведать Это нужно еще Умудриться Квин пересчитать И заметить Что у противника У аэра до сих пор Нету Ну может быть Он завтыкал Такое тоже бывает Даже прогеймеры Иногда собирают 300 газа И только потом Вспоминают Что у аэра Им все-таки нужен Или они передумывают И да Посмотрите Он собирается Дропать Квин Охренеть Ах И оракуи Только что Это по-моему Спалили Да Они увидели овера В большом количестве У них здесь Такой пати-хард Врачи уже Побежали вперед ОМС Наверное Зря он сейчас Газы добавляет Сумеречный совет Этому вообще не в кассу Он должен варпить Юнитов сейчас Как можно быстрее Делает фотонку На всякий случай Хотя бы одну Мог бы кстати Построить фотонку Здесь Чтобы она по рачам Стреляла И все эти роучи Все это устремляется В атаку Шесть квин полетели На оверах На оленях Дома до заказов Нету Инъекций нету У зерга Боевой лимит Уже довольно серьезный Возможно повторится ситуация Как на самой первой карте Между фаеркейком Эмси Посмотрим Справится ли Эмси Во второй раз Не теряет кору Было близко По крайней мере Масс фатон Уверчаржи Они дамаг наносят Неплохой Сейчас гейты Могут отключиться У Эмси мало гейтов Опять сейчас будет проблема Саплайблок Квины дропаются Под центрей Филды Эмси надо собраться Собраться и потянуть время Пробки поехали в бой Квины фокусятся Кора Почти умерла Грелки еще еле-еле живы Собаки роучи Все это с оверами Передропываются дальше Стенка у протиса ломается Полный хаос в игре Ничего не понятно Ловушка стадисная Кстати помогла Некоторых юнитов Заморозить Иммортал вышел Только что из роботикса И неужели Эмси Все таки отобьется А вот этот плюха Ой какая сильная плюха Грелки так и не сдохли У них по 16-20 хп И Эмси отбивается Просто на соплях Абсолютных соплях У него 4 гита было Он отбил с 4 гитов Трехбазовый ол ин С дропом квин Вау Мигрирует овер обратно Грелки естественно догнать их не смогут Что же сделать им все дальше Он рабов потерял уже Когда выводил их Немало Да немало рабов У него работают только 2 базы С мейн рабов кстати можно перевести Чтобы он кончился попозже Или уже дотаскать хотя бы минуту И потом переводить Грелки 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 Грелочки Вот Надо только подмигривать Нужно внимание Несколько этим грелкам уделить И вот про разогрев не забыть Потому что он работает на оверов Так как он Бронированная единица Вот это приятно Очень приятно Убивать зергоров Что может быть еще приятней А еще и хату можно отменить Why not Квинта нет Их всего 3 штуки Они А кстати они рядом Но надо было с грелками отсюда хату бить А не с правой стороны Блин неужели им все хату не отменят Ну это ж халява И тут закан Роучи дропаются от зерга Слушайте представляете себе Если на ладре зерги начнут так дропать Это же вообще будет жестко Близы хотели сделать Возможность Дать возможность зергам дропать Оооо грелка 8 хп Продолжает утоса умирать рабочие 60 рабов на 40 Экономическая ситуация явно на стороне зерга И здесь рачи И там рачи Везде рачи Зерга уже вышла высокой блока 5 квин Он заказывает еще 3 Только сейчас на 9 минуте У пирожка достроилась Достроился лаер Не ну у тиранов Тут дропа в любом случае сильнее Потому что там есть стимпак Ну пошел блинк Поздненький Он же сумеречный совет заказывал Когда еще только самая первая атака была Так же время выигрывает Вот реально Этими дропами фаеркейк Отвлекая внимание Девять квин Фига себе Что это такое Он решил всеми квинами А это он шифт видимо зажал Да и все квины побежали делать инъекции Зачем? Лучше б ты крип двигал Дружище У тебя 3 опухоли во всей игре Нет 6 6 опухолей за 10 минут Да Лучинок будет явно много МС выходит в атаку с грелками и маме У него получилось технологичных юнитов Еще с той битвы сохранить Он взял опять блинка Это трехбазовый ол ин Мейн кончился Вторая база еще долго будет добывать Третья тоже долго будет добывать Грелки полетели отменять базу сюда А основные войска пошли на ту хату Которую МС не добил Но она продамаженная Вот квинам бы ее похилить Было бы здорово Минус хата Не надо зергу столько нычек давать Это не прикольно Можно еще одну нычку выпилить И этот даже лейр будет Квины сразу же заподозрили что-то неладное И все-таки МС, 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 МС Он разогрев просто на ту хату потратил Лейр он не убьет Тем более квины успели подойти в большом количестве И основным замесом все-таки МС нападет сейчас сюда Тут много реведжеров Но учитывая, что здесь сталкеров и морталов тоже немало Я не понимаю, почему МС отступает Что не так Вроде все очень даже неплохо Очень много газа скопил зерк И заказал муту Причем МС не видел шпиль же Нет, он не мог его видеть Это странно 16 муталисков Это серьезный свитч от фаеркейка Давно я мутал в его исполнении В нормальном исполнении не видел Посмотрим, как мутка себя покажет 16 муталей 16 Грелочки, грелочки Ах, спалилось Все грелки спалились на муте Ой-ой-ой Надо фокусить муталисков Хотя бы одного-двух забрать Основной выход МС опять же делает в центр Тут уже очень много квин-роучей Господи Иисусе Шары пошли В квин-реведжеров А смуты-то что будем делать? Воздуха у зерга довольно много В заказе еще 8 муталей Еще 900 газа на руках Еще 2000 минералов 17 муталей в заказе Вот это свитч После такой агрессивной и нетехнологичной атаки Призма очень важная погибает Сейчас не смог ее МС защитить Даже гвардианам Ему придется брать с собой Еще одну призму заказывать Делать пробку, возможно Ну, дополнительную резервную брать с собой Он собирается ставить 4-ю хату, но Ему, конечно, очень сильно нужно Хотя бы парочку архонов Чтобы с мутой не было настолько тяжело Единственное, что его спасают Сейчас это апгрейды 2-0 и гвардианы Но тяжело это все одновременно микрить Очень тяжело Шары Раз Два МС не контролят шары Вообще все шары полетели в разные стороны Что за 3-2-2 Да, шары он, конечно, запустил так Как будто первый раз ими играет Но, естественно, мы-то знаем, что не первый Ему-то продолжает выщелкивать центриков Постоянно то принимая на себя дамаг То отвлекая Распределяя таким образом дэмэдж Файркейк продлевает жизнь муталискам Это очень грамотно Он так боится гвардина Как будто он 10 брони дает Печаль, беда Остаются голые сталкеры Их уже дожимают собаки МС Подлавливают На трехбазовом выходе Даже с гидрой, наверное, было бы не так тяжело МС Вот сейчас как именно с мутой В таком нереальном числе Он, конечно, половину убил Но осталась другая половина МС сталкеры разделены Это очень печально Это очень печально 180 лимита на 100 Неужели кореец отдаст эту игру? Он же был так близок Нет, Файркейк беспощаден Вот это сочно Но это все равно не поможет Кстати, количество моторисков и сталкеров сейчас одинаковое Мута с одним грейдом на атаку Сталкеры с двумя Но уже без гвардинов Пытается МС микрить Пытается Пища АПМ у зерга Не знаю, каким образом это происходит Что он там жмет, макросы Ну, по факту, конечно И у МС бывает столько же МС борется просто До последнего сталкера Но тут уже гидра Ужас какой Просто ужас Файркейка 5 бас ГГ пишет МС Он просто не выдерживает Этого напула Этого стиля агрессивного Который Файркейку Ну, видимо, у него был план именно на эту игру Как с МС играть Потому что вот такой игр от Файркейка Я что-то не припомню Чтобы вот Чтобы настолько он уверенно себя Чувствовал Скажем так, на второй половине карты И МС Проигрывает Файркейк выбивает МС из турнира МС продолжает дальше свой стрим А мы переходим к следующей игре Вот так вот Вот так вот это произошло Так, следующая игра у нас будет По-моему, с Линоком По-моему Сейчас я проверю Какой у нас сервер Линок против Элаева Корейский сервер Я сегодня первый раз давал Урок ученику Который подарил урок По Старику своему другу Это вообще, кстати, очень прикольно и мило И так как он на европейском сервере Там по разным причинам играть не может Мы с ним давали Я давал ему урок на корейском сервере Как раз именно сегодня Забавно Так, ждем инвайта Какой-то флэш хочет добавить меня в друзья на Корее Ну, я не могу отказаться Мне придется согласиться Тавку сделаешь Да вот, думаю Первую я проиграл Тут вообще очень тяжело ставить Потому что игры Элаева Я не видел со времен 2012 года И как он сейчас играет Неизвестно Я видел только то, что он светится За последнее время на некоторых турнирах Кстати, их плей-оффа Но не более Но это все равно, что ставить в игре Линнека Бомбера Пальцем в небо Элайв Линнок Когда Блай Написано на экране? Паблица написана еще Кстати, именно для игры Блая Надо на стрим будет поставить задержку Так что стрим на пару минут будет выключен Но это попозже Я вам об этом еще раз Скажу и напомню Мне всегда было плохо с дергами Ой, ну прекрати Ну не всегда Далеко не всегда Ставка, ставка, ставка Такой рекламент турнира Такой же, как и на всех турнирах Регламент везде одинаковый Пус-минус То самое чувство, когда друг на баз Да Это, кстати, уже не первый случай Когда два хороших друга Друг другу дарят Уроки со мной Причем даже не просто уроки А даже распечатывали сертификат На обучение Один из них я даже показывал на стриме И даже где-то фотка лежала По-моему, в группе ВКонтакте Так что, если у вас есть друг на баз Который не умеет играть в Старкрафт И вам нечего ему подарить Вы знаете, что делать Так, сейчас я вот посмотрю Секундочку О, замечательно Спасибо тебе большое Сейчас отправлю Прикрепить файл Именный Спасибо, Алти, большущая Ты мне знаешь Только удали, пожалуйста, документ Очень прикольно Бюджет турнира Сетка в чате есть Ты можешь посмотреть Турнирную таблицу Результаты прошлых матчей Статистику Все есть у вас, ребят Турнирные сетки на Ликвипедии Самое полезное вообще Что есть в интернете По Старкрафту Расписание Даты Форматы проведения Список игроков Результаты квалификации Результаты матчей Кризовые фонды Чуть ли не место проведения Даже ссылки на стримы есть Коэффициент на картинке неверный Он... Ну это же картинка Это примерный коэффициент Я тоже об этом говорил Что писать на картинке коэффициент Это полный бред Так как Он динамичен Через две игры будет играть Блай Против маны Так, регламент МС Какой пинг На Корее, конечно же, пинг большой Не такой, как на Европе Хотя, если ты живешь почти рядом с Кореей Там и восточной части России Там тебе попроще, конечно В какой лиге шарами по квинам без скрипа промахиваются В Корее, конечно же Говорят, ненавижу эту карту Поддерживаю Она все равно отвратительная Так, надо А, надпись мешает смотреть потери рабочих Блин, ну что ж такое-то Вот такой вот StarCraft Нет места, чтобы даже о донатерах написать Ладно Вот так вот Иван, 33 рубля На лампочке Фарсик, спасибо тебе Топ донат, ю Ой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому